Сегодня в одном из пресс-центров Саратова говорили о туризме, а точнее о том, чего удалось добиться за последние несколько месяцев. Сегодня же презентовали новый информационный портал «Огни по Волжье». Это сайт, который разработали специально для путешественников. На нем полная информация по возможностям туризма и отдыха в нашей области. У нас 317 коллективных средств размещения, так называемых. То есть гостиницы из них составляют 194. Это коллективные средства размещения, которые имеют название гостиницы. Также к коллективным средствам размещения относятся и турбазы, и санатории, и хостелы. То есть любое официальное средство размещения, в котором можно проживать. На портале есть все сведения о регионе и яркие достопримечательности. Будь то село Лох или утес Степана Разина. Также путешественники могут посмотреть и другие маршруты, изучить список туроператоров. И на портале можно пообщаться с гидом. На самом деле подобные сайты есть у многих регионов в стране. Без этого сегодня никуда, говорят саратские чиновники. Можно прочитать, что это из книжек 20-летней, 30-летней давности. А другое дело, понимать реальную ситуацию на местах. В книжке будет написано, это там родник, 40 лет назад был. На самом деле его там может быть нет. Вы придете на место, где были сделаны фотографии год назад. Там сейчас будет совершенно другая ситуация. Поэтому должна быть информация не только актуальная, она должна быть проверенная. Также чиновники сегодня напомнили и о туристическом логотипе области. Он вовсю красуется на сайте Огни по Волжье. У саратовцев логотип вызвал неоднозначную реакцию. Одни усмотрели в нем схвоство с расцветкой флага ЛГБТ, ну а другие увидели в нем рекламу шоколадного дрожжа. Роман Базан, Роман Шельдяев, Саратов 24.